Всем привет, мои хорошие! С вами Акемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами будет мукбанг после дня рождения. Все, что осталось после дня рождения, мы сегодня с вами будем кушать. Итак, это котлетки, салат, оливье, помидорчики, огурчики, кусочек торта, еще было много чего, там были голубцы и так далее. В общем, я решила все это за раз. Я съесть не смогу, поэтому не встала. Начнем с котлеток. Они просто нереально вкусные. Готовила их моя мама из нежной-нежной баранины. Также здесь кусочек торта. Я приготовила как чай, так и компот. Тортик мы с вами будем кушать, конечно же, с чаем. А котлетки с соком. Что касается моего вчерашнего дня рождения. Все прошло очень интересно в семейном кругу. Ничего, знаете, такого супер необычного не произошло. Никаких мега сюрпризов, конечно, не было, но все равно. Я осталась очень довольна этим днем. В течение четырех дней я уже снимаю влог. Но чувствует в моем сердце, что этот влог я так и не выложу. Знаете, одно дело танец, а другое дело номер. Вот я смотрю на свой влог. И он так кусочками, вот кусочек оттуда, кусочек отсюда. То есть, когда мне была охота, я вытаскивала камеру и начинала снимать. И нету какой-то последовательности. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете выставлять влог, если я заранее знаю, что он не очень интересный. Стоит ли ставить или нет? Вроде он длинный. Но какой-то непонятный. Что касается подарков, всем интересно, кто что мне подарил. Вот я не знаю, сейчас стоит рассказывать, говорить о подарках. Потому что во влоге я уже об этом говорю. И получается, если я после этого видео еще выложу влог, то я одно и то же повторяю по несколько раз. Первый мой подарок была с мамой. Она подарила мне парфюм, так как я собираю коллекцию парфюмов. Потом в этот день утром я пошла к Фатиме. Мы с ней должны снимать видео для меня. День рождения это не что-то такое, знаете, необычное. И в этот день я не могу ничем заниматься. Просто должно лежать и так далее. У меня не так. Я спокойно пошла с Фатей, засняла видео. Фатя тоже кое-что мне подарила. Я уверена, что вам будет интересно узнать, что. Она мне подарила подарочный купон в идеале. Идеал это магазин парфюмерии и косметики, как Литуаль в России. Я сегодня, наверное, пойду и прикуплю себе что-то. Как же это вкусно, ребят. Салат вообще божественный просто салатик. Рецепт на салат будет на моем кулинарном канале. Пока что его нету. Все остальные родственники мне подарили деньги. Как будто все сговорились. Торти какой божественный. Я вчера, когда попробовала, я была просто в восторге. Обычная сладкая, больше одного кусочка тортика не могу никогда съесть. Этот еще особенно калорийный. Он просто очень калорийный. Но в то же время обалденно вкусный. Сразу скажу, купила в Азов. Если честно, сладости у них как-то дороговаты. Если честно, но вкусно. Диско. Здесь я, кстати, поставила свечку. Почему не розовую? Все спросят. Потому что розовые свечки закончились. Вчера на самом своем дне рождения. Я задувала свечи. И надеюсь, что мое желание сбудется. Если оно сбудется, я обязательно вам расскажу. И покажу. Покажу прям обязательно. Все вопросы касательно того, как прошел день рождения в моем инстаграме. День рождения прошел очень-очень хорошо. Меня поздравил столько людей. Сколько меня не поздравляли никогда в жизни. Вот никогда. Огромное спасибо всем вам за поздравления. Мой дарик вообще просто разрывался. Такое у меня впервые в жизни. Потому что именно за последний год я набрала свою аудиторию. В прошлом году на свой день рождения у меня, наверное, было 2000 подписчиков. Если не меньше. Я не могу сказать, что я как-то устала от костей и так далее. Наоборот. Все прошло очень интересно. Очень весело. Посидели, по душам поболтали. Салатик, к сожалению, закончился. Как бы это печально не было признавать. Но он закончился. Здесь у меня, значит, огурчики и приправа хмели-сунели. Это что-то из грузинской кухни. У меня подруга, она родилась в Грузии. Часто ездит туда. И каждый раз, когда она туда ездит, я ее прошу привезти. Эту приправу. Я влюблена вообще в грузинскую кухню. У них все просто очень вкусно. Еще у них есть такая штука, называется сучук. Так, вот так. Если я не путаю, это тоже к грузинской кухне относится. Блин, ребята, это так вкусно. Это прям... Это сладость с орешками. Просто нереально вкусно. Если бы твой парень изменил с твоей подругой, что бы ты сделал? Кстати, ребята, я уже давно вам хотела сказать. Ну как давно? Недавно у меня появились отношения. Вот. Мне кажется, в моем возрасте это нормально. Но... Все настолько хорошо. Что я думаю, что здесь такого? Почему бы не рассказать? Если у нас с ним все получится, все будет хорошо, то я никогда не буду с ним выставлять фотографии. Даже если у нас будет трое детей. Это не потому, что я не хочу. Я хочу сделать какую-то интригу и так далее. На это есть весомая причина. Пока что вдаваться в подробности. Кто он, что он, где он живет, чем занимается. Я не хочу. Просто я знаю, что вы очень переживаете. Хотите, чтобы в моей личной жизни все было хорошо. Всегда спрашивайте. Поэтому я решила вам рассказать. Я чувствую себя абсолютно счастлива. Хотя, по-моему, выражение лица можно подумать обратное. Все просто шикарно. Мы с ним абсолютно одинаковые люди. То есть мы с ним очень похожи и внутренне. Хотя нет, внешне мы с ним не похожи совершенно. Как-то так. Я надеюсь, что вы обрадуетесь за меня. И пожелаете мне счастья. Из очень-очень нежной баранины. Я всегда так говорю. Буду стараться на iCook снимать больше видео. Как можно чаще. У меня уже есть отснятых два видео. Просто их нужно смонтировать. Мне часто в комментариях писали, что дай канал iCook маме своей. Я подумала, действительно, почему бы нет. Но мама немножко стесняется говорить что-то. Я думаю, что один канал для меня будет достаточно. Второй канал на нем будет готовить мама. Озвучку и монтаж буду делать я. Как бы будет наш совместный канал. Первые два видео там готовила мама. Там руки. То есть моя мама. А говорить буду я. Я надеюсь, что вам будет интересно. И вам понравится. В общем, я решила, что задуть свечи нужно также и при вас. Потому что вы тоже являетесь частью моей семьи. Поэтому загадываю желание. Да, загадала. Ура! Ура! Итак. Начинаем кушать. Хотя бы немножечко. Какой торт! Какой торт вкусный! А завтра будет свайте видео. я думаю вообще приму к банках надо первое-второе блюдо и десерт так интересно так вкуснее господа следующий интересный вопрос почему ты так рано просыпаешься люди кто подписан на мой инстаграм знают что я иногда ставлю stories совсем утром даже если мне на работу в три у меня часто бываешь там выставка или что такое мне на работу в 3 и вы знаете я все равно просыпаюсь рано потому что если я проснусь поздно у меня весь день пройдет впустую вечером я очень люблю разговаривать по телефону я не могу заставить себя последнее время ночи не болтать по телефону и так как у меня такой распорядок дня утром я стараюсь все свои дела уладить чтобы потом не было никаких проблем даже сегодня я проснулась 7 встала убралась в комнате пошла искупалась вообще душ и ванные процедуры они дают мне заряд бодрости на весь день если один день не буду купаться у меня такое ощущение что знаете прям потная грязная липкая то есть купание для меня это очень важно мне нравится как мои волосы стоят если я не искупалась на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал может быть для вас это мелочь для меня безумно приятно его всех очень сильно люблю с вами была айка эмили всем пока